Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, благодарю за то, что предоставили слово, хотя на самом деле достаточно сложно после выступлений Ивана Александровича, Ислана Александровна, повторять то же самое и сказать, да, у меня доклад точно такой же, только плюс 10 лет. И выступление именно с целью пиара отделения регионального. Хотел сказать, что мы, наверное, одно из самых молодых отделений в стране. Почему плюс 10 лет? Потому что в 2011 году оно было создано, а как вот я послушал доклады, оказывается, далеко не так есть территории, где вообще подобных отделений нет. Ну, поэтому думаю, что есть о чем рассказать, поделиться и целесообразность, необходимость таких отделений в территориях Республика Коми. Это, я бы сказал, самая восточная территория Северо-Западного округа, ограничена Уральскими горами. Что она из себя представляет? Ну, в скобках это рейтинг. В стране и в Северо-Западном округе. Наряду с Архангельской областью это самая большая территория на Северо-Западе. Но, тем не менее, очень мало населенное. Как видите, 60-е место в стране из 85 регионов. Все население составляет меньше миллиона, теперь уже всего 850 тысяч. И то, когда я начинал в 1993 году, детского населения, это 0,15, было 300 тысяч. Сейчас детское население 0,15, это 140 тысяч. То есть, в два раза меньше. Ну, с учетом того, что помощь, оказываемая детям, детьми мы называем от 0 до 17, теперь то это, соответственно, у нас 188 тысяч. И территорию, для примера показал, значит, расстояние от Сыктывкара до Воркуты практически близко к тому, что и расстояние от Сыктывкара до Москвы и Санкт-Петербурга. Чем обусловлено по поводу сообщения Авиа-ЖД, это я хотел показать все-таки, куда наши пациенты в случае необходимости направляются в федеральные центры. Достаточно сложная ситуация с поездками в Санкт-Петербург, как видите. То, что население может себе позволить ЖД-сообщение, это один прицепной вагон и не более того. Поэтому, конечно, предпочтение отдают люди городу Москва. Вот наша клиника. Это 400 коек. Я вот эту фотографию умышленно оставил именно в таком виде. Вот видите, в центре, как это назвать, труба, да, или что-то такое. Это не что иное. Это вентиляция, которая создана внутри больницы для отделения онкологии. То есть мы специально уделили этому внимание. Создали дополнительную вентиляционную камеру только для отделения онкологии, для того, чтобы там создать максимально комфортные условия. Вот та самая приточно-вытяжная. И, ну вот, только такое решение смогли мы для этого отделения. Отделения расположены, как видите, на третьем этаже. Поэтому вот только так мы смогли это реализовать. Опять же, региональные особенности, сложность территории, сложность именно территории больничных. Нам пришлось создать отделение вот такой сложной, непонятной структуры на 30 коек, где 18 онкологических и одна палеотивная. Палеотивная койка здесь подразумевается именно для детей онкологического профиля. То есть дети погибают по желанию родителей у нас в отделении. Находятся вот на этой койке. Поэтому дальше речь пойдет именно вот об этих 19 койках. Модное слово маршрутизация. При вот такой достаточно, может быть, несколько сложной, казалось бы, схеме, на самом деле она максимально простая. Все дети в республике, будь то на участке, будь в стационаре, в других стационарах, при подозрении на злокачественное образование, направляются в нашу клинику. Амбулаторный этап – это консультативная поликлиника, где ведется прием детского онколога. Стационарный этап – это отделение онкологии, соответственно. Вот примерно наши ежегодные показатели. Четыре врача, включая меня, это освобожденный заведующий, два доктора, онкологи, гематолога, ну и я как совместитель являюсь заместителем главного врача по хирургии. То есть вот все четыре, это включая и меня в том числе. Около 100 пациентов проходит через наше отделение в год, 30 первичных, ну и все остальные показатели. Применяются все современные схемы лечения. Участвуем в разных исследованиях. Слайд оказался, к сожалению, почему-то некорректным, я извиняюсь, но что я хотел показать. На самом деле в многопрофильной больнице вокруг онкологического больного сконцентрированы все остальные службы. В чем здесь плюс, я считаю, что все узкие специалисты под началом, под, можно сказать, громким словом, командованием онколога принимают участие в лечении больного. В случае необходимости специализированной хирургической помощи любого профиля, соответственно, по назначению онколога, это выполняется, плюс все лаборатории и так далее, и так далее. Ну, то, что у нас, конечно, есть. У нас, в частности, у нас нет возможности делать МРТ детям под общей анестезией, к большому сожалению. Обещано, что в ноябре у нас юбилей больницы, и нам, руководством в республике, обещано поставить этот аппарат, и мы сможем этого делать. Пока нет. У нас нет сцентографии. Направляем в соседней, чаще всего даже не в соседней, а в Москву на исследование. Нет иммуногистохимического исследования, но пользуемся также центральными лабораториями, отправляем материал на исследование, причем отправляем за счет средств больницы, не за счет пациентов, ну и так далее. Но суть в том, что все узкие специалисты работают вокруг онкологического больного. Цифры, которые я буду представлять, за них отвечаю. Эти все цифры абсолютно достоверны. Это цифры, касаемые Республики Коми, это не статистические цифры, это мои личные данные, в том плане, что это громким словом регистр не назову, но база данных, которая ведется с 1994 года, и все вот эти цифры, они являются истинными. Другое дело, что цифры по северо-западному округу и Российской Федерации я взял из официальных источников. К сожалению, пока не удается переломить вот эту ситуацию по раннему выявлению злокачественного образования, то есть то, о чем говорилось, половина пациентов все-таки диагностируется в далеко зашедших стадиях. Третья, четвертая. То, что звучало сегодня. Вот заболеваемость. Верхний график – это заболеваемость в Республике Коми. Она пока еще продолжает неуклонно расти до 2-4% в год. С другой стороны, вот наша смертность, которая также снижается. Абсолютно согласен, что где-то мы дошли уже до того, что дальнейшее снижение смертности, наверное, без какого-то скачка маловероятно. Ну, это сугубо такой частный пример. Это оценка заболеваемости на территории нашей Республики. Попытка как-то систематизировать, чтобы выяснить, где более высокая, более низкая заболеваемость. И вот такие цифры мы получили. Значит, данные, могу сказать, с 2012 года, потому что в мае 2011 года мы открыли отделение, поэтому с 2012 года я вам привел статистику. Ни на какие научные выводы это я не претендую. Это просто общая выживаемость с 2012 по 2018 год включительно. Конечно, и часть пациентов, они еще только-только закончили лечение, и возможно, что цифры изменятся. Но, тем не менее, общий тренд хотел показать именно такой. Что у меня, даже готовясь к этому докладу, достаточно, я был удивлен, что мы за эти 7 лет, у нас не погиб ни один ребенок с мягкоткарными саркомами до сегодняшнего дня. Ну, есть, конечно, проблемные пациенты, но пока это так. И опухоли почек тоже, вот, 86 – это именно опухоли почек, а если брать нефробластому, то там процент общей выживаемости 95. Ну, выводы, которые были озвучены и ранее до меня, это участие в мультицентрах и так далее. Спасибо за внимание. Продолжение следует...